у дичи вышел открытие седьмого чемпионата дичи который вы снова по одной полосе погнали команда тройной команды магический горох погнали привет ультамата участвует одновременно мука интересно погнали я за такую команду я буду болеть о нет тараса майнкрафт магический да 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 бам бам все 3 баллов копилку обеих команд 3 балла ставите меня что-то вернулись в раунде с машинами у первой команды многое зависит от три стрела и ультамата чем быстрее ультамат доберется дискотрона тем меньше придется уничтожать фланговых дискозомби три стрелы на старте уровня ультамат сжег два первых механизма и если ему удастся отжечь дискотрон следующим залпом то литунок появится и будет шанс на победу не а помидору это не удается и тут же летит пополнение рыжей эскадры теперь задача для три стрела усложняется в два раза первые кучеряшки почти сравнялись с ним но горошин все-таки сбили головы с плеч нужно скорее переключаться на вторую пару которая неумолимо приближается к границам зоны поражения горошин как же жаль что вам порчине атакует только при высадке сейчас его летучие мыши были бы как нельзя кстати а все пролетели не справился ну что мне кажется вторая не особо если кто-то недоумевает зачем в командах такие растения как вам порчине и левитатор то я поясню что это потому что в телекан канале говорилось то что нужно брать в команды растения которые вообще не дебютируют в чемпионатах в моих условиях при составлении команд в каждой сборке должно быть хотя бы одно растение которое еще не было в предыдущих турнирах посмотрим будет ли левитатор также бесполезен против механизмов как вам порчине сейчас он подбрасываем уже принес больше пользы чем гриб за весь раунд ха-ха-ха-ха сланговым дискозомби будет затруднен полет тем больше времени у орешника будет на их превращение в грибы только тут очень много зомби ой-ой-ой плохо-плохо-плохо очень сомнительно что магическая пара растений сможет переработать в грибы такое количество врагов на соседних дорожках пуф грибы конечно тоже мешает летающим зомбарям но это очень мало сейчас на флангах по три летуна и дискотрон еще не сказал свое последнее слово а значит их будет еще больше в общем тут уже не будет никакого спойлера если я скажу что раунд провален ну это да хе так ну пока раунд и счет опа задира ускорять его будет тирекс и здесь хорошо бы иметь какое-то станщее это хенни аааа фигушки минус балл уничтожению в оборчине хорошо хоть вторым залпом задиру удалось испепелить а тут все просто Ура! Я этому рад. Опа! Ну, прошло, а вот со второй нет. Все! Так, а тут у нас... Бам! Минус импы. А еще и откинули. Опа! Так, 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 надо, чтобы успел. Именно его превратили в грипп. Теперь второй фланговый коротышка будет следующей жертвой. На него времени точно хватит. Настает вопрос, а не будет ли прорыва по центру. Ну-ка. Корпфовский мутант, несмотря на замедление, холодом рвется к левитатору. Давай! Левитатор, давай! Орешник тоже атаковала недавно. Левитатор превратился в мишень для мини-гарга. Но тут напомню, что пришел горотострел. Зомби заморожены и теперь уже... Все! Дуэт накопил энергии для защиты. Мини-гарга вообще превратили в грипп в полете, а дальше уже... О-хо-хо! А главное, маги создают отрыв. О-хо-хо-ах! Посмотрим за фаер-шоу. Здесь у нас два... Да, тут, не кажется, с первого раза все сделается. Только я это сказал, как вся эта троица сама превратится в пережаренный шашлык. Ну, а тут есть ледяной горохострел. Первым делом Орешник превращает одного исследователя в грипп. И тем самым отвлекает факира, который вынужден тратить время на атаку пухгриба. Второго факелоносца потушил горохострел и угрозой остается только факир. Да, только. Тоже охладили то, что обычно охлаждают в GTA San Andreas. Так что теперь нужно просто нанести достаточный урон зомбарям, не боясь их огненных атак. К тому моменту перезарядилась атака Орешника. И египетского зомби добить следом не составило труда. Все. Часто бывает, что обе команды набирают по три балла в огненном раунде. Хм. Опачки! Так как огненные мертвяки были в прошлом сражении, здесь их я заменил на эмси зомби. И мне кажется, они даже лучше сюда подходят. Сейчас, правда, им придется не сладко. Одному удалось увернуться от смертельного луча ультамата. И от обстрела гороженными рэпер тоже сбежал. Ну что за колобок от мира зомби? Колобок. Взюкс! Взюкс! Есть! О! А тут я боюсь за команду. Ахаха! Еще и махает! Сценарий битвы с огненными зомби. Почему-то Левитатор решил отбросить одного из фараонов. Опа! Молодец! Молодец! Только уже от грохострела. Парочка мертвяков была обездвижена, а сам эмси и вовсе ликвидирован. Теперь на лужайке не осталось зомби с атакой, способной уничтожить растение мгновенно. Но все равно не будет расслабляться раньше времени. Ведь одному из фараонов удалось сбежать на фланг. Может быть, он попытается прорваться за счет брони. Да сейчас же. И даже гриба из него не сделали. Все потому, что там был бассейн. Два некроманта синхронно сместились в центр. О! Они настолько слаженно это сделали, что сейчас кажется, будто некромант один. Но по более темной тени можно понять, что их там два. И вот они-то неожиданно сейчас и стали представлять наибольшую угрозу. Быстро преодолев большую часть... Опа! ...приблизились к последнему бассейну. Одного удалось ликвидировать, но второму теперь ничего не мешает напасть на грохострел. А тут еще и фараон приковылял. О, нет! ...вероятно, одновременно нападут на растение посередине. Фараону отбросил левитатор, но грохострел действительно потерян. ...некромант тоже убит, а в это время фараон сожрал... О, нет! Все! ...как вообще это произошло? После уничтожения МС, я думал, тут легкие три очка. Ну-ка, и... ...только лишь один жалкий балл. ...выходит, томат еще и отыграл одну очко. Так, три балла. ...конечно, он снова является сложным, а не как в чемпионате по всем линиям. Было много споров, справится ли три стрел с курицами или нет. Практика показала, что это растение все-таки... ...правилось. ...правляется. Тут главное, чтобы все курицы не напали по одной линии. Сегодня... ...сегодня все прошло успешно для растений. Но... ...но второй тоже легко. ...сомнениями насчет перспектив и магического гороха в этом раунде. Но кто давно смотрит... ...майдум... ...да-да-да-да-да-да. ...орешник вообще не позволяет курицам выскочить. Обе команды набрали по три балла. Так, а тэф не сократился, это хорошо. ...станом я в этот раз вернул в классической его форме. Просто три разных вида зомби с этим скиллом. Охотник, Окта и маг в тылу. Первых двух ухудрений он превратил в пепел, а вот маг, в свою очередь, превратил в овцу вам парчини. Но это ненадолго, так как следом уже маг был уничтожен. А тут у нас... ...вседая команда вступает в бой, и Орешник тут демонстрирует одну из своих особенностей. Он стреляет пьем в мага. ...вседа атакует мага, если он присутствует на лужаке. Так что превращение в овцу теперь можно не бояться. А на мой взгляд, именно этот вид стана самый опасный. Но тем не менее, одно из растений все-таки зомби скиллом. О, нет. Опа! Ну-ка! Ну-ка! Бам! А тыллин сокращается, хорошо. Ахахахахаха! Ахахахаха! Он на секунду отравился чем-то, так затем он снова вернул себе стул и поехал, что ничего не бывало. Казалось, Левитатору конец, но он чудом отбросил стул в последний момент. А затем подоспела атака Орешника, и в итоге остался только один меха-футболист. Который... О, нет! ...толкнуть растения, причем из-за пух гриба на одну клетку ближе. Но Левитатор снова спас команду от потери. Орешник готовит последний удар. Команда должна сохранить себя в полном составе, и все же дичь с Зе Корпом в самом начале была очень интересна. Да-да-да. Как-то ситуация напомнила то, как Зе Корп 500 уровня кладировал себя при столкновении с Жевательным Орехом. О, это помню. ...денитой маской на лице, мне кажется, тут есть какая-то связь. Кто-нибудь предполагал, что после 9 раундов маги будут лидировать с отрывом в 4 балла? Ха! Я нет, не предполагал. ...к раунду на пляже. Давненько он не радует меня дичью, поэтому любимым для меня он уже не нравится. Сегодня еще и ультамат быстро сжег рыбака, и теперь дичи тут точно не жди. Сёрферы тоже погибли, остались только подводники, которых в команде тройного томата просто неким атаковать, пока они в воде. Но скоро им придется покинуть свое спасительное убежище, и вот тогда томат их быстренько отправит туда, куда уже отправились сёрферы и рыбак. Первый подводник выбрался на сушу, но томат не спешит его сжигать. Наверное, он хотел всех трех за раз поджарить. Однако два других водолаза... Ахаха, скрылись. ...что нам все-таки придется ждать второй выстрел помидора. Ладно, мы не гордые, подождали и можем переходить к магическому гороху. Так, с первого раза. Здесь тоже рыбака сразу же ликвидировали. Мне даже немного обидно, я хотел чего-нибудь эдакого. А без рыбака это вряд ли получится. Но какую же огромную пользу всё-таки несёт орешник? Хочу посмотреть на тех, кто писал, что Вэбл создал отвратительную команду. Эта отвратительная команда пока что лидирует и справилась с кучей сложнейших раундов. Её очень сильно недооценили перед стартом турнира. Ну, мне кажется... ...зомби подобрались к суши. Как и Линого Джека. Дичи не будет, да конечно. Но вряд ли растения сейчас любуются красотой, ведь сёрферы им угрожают своими досками. Однако орешник рушит все их планы, превратив одного водолаза в гриб. И ближайший сёрфер повёлся на провокацию. Сделал замах, а тут ещё и горохострел. Говрин и почти всю банду зомби. Всё это позволяет одним пуф-грибом лишить обоих носителей досок их смертельного удара. Какая же невероятно слаженная командная работа. Улетел! Ну да. Бам! Бам! Зомби был расстрелян в воздухе, как подброшенная консервная банка лихим ковбоем на Дитем Западе. Максимально эпичное слаженное командное выступление от этой сборки. Не позволяет маге сократить отрыж. Хм-хм-хм. Это не нравится. Рад с обороной тыла после шестого чемпионата превратился в то, чем он и должен был быть с самого первого тура. Оу! Больше никаких зомби, идущих впереди, которых просто расстреливают, и в тыл попадают жалкие полуживые недобитки. Это зачастую не давало настоящего представления о защите тыла команд. А вот теперь, когда зомби идут слева направо, а сами команды растения на другом конце лужаки. Вот это настоящая проверка способности защищать себя сзади. Как мы видим, в команде тройного томата это делать некому. Зомби уже добрались до вампорчения, и этот гриб безропотно примет свою участь. Никакой защиты тыла тут нет. А тут у нас? Но, как оказалось, и во второй команде дела намного лучше. Орешник не может направить свои магические выстрелы в обратную сторону. Горохострел, естественно, тоже. Агентатор мог бы перебросить зомби через себя, но врага три. И в таком случае всех их перебросить не удастся. Так что и у магического гороха по итогу здесь ноль баллов. Ну, хоть не сократили отрыв. В чемпионате по всем линиям был раунд хаоса, а в турнирах по одной полосе есть его прародители. Раунд с магистом и ковбоями. Ультамату удалось первым же залпом прекратить концерт, но зомби уже рассредоточились по флангам. Они успели убежать на самые крайние полосы, так что у Тристрела есть все шансы на спасение коммунера. Ну-ка. Верхний фланг зачищен, а на нижнем остался один зомби. Неужели в повторении ситуации с имбами? Там каратышки смогли на последнем издыхании ушмыгать. И-ка. Успел. Как назло. Как будет развиваться ход событий в битве ковбоев и магов? Здесь пианиста вынести из строя быстро не удастся. Зато можно его просто заморозить, что тоже позволяет на время выключить музыку. Пока что только два зомби сместились, и оба они по-прежнему в зоне досягаемости Орешника. Музыка заиграла снова, и происходит небольшая ротировка мертвяков, которая не меняет положение дел. Еще один ковбой становится гребеном. О, нет. Другой зомбарь убежал на самый край. И вот это опасно. Если сейчас будет разбито пианино, то ковбой там и останется, а это будет означать, что у него не поражение. Только левитатор сможет его там доставать. И все же зомби сместился в битве и тут же поплатился за это жизнью. Вот теперь можно просто разбивать музыкальный инструмент вместе с его владельцем. Из-за отсутствия мощных растений с постоянной прямой атакой, уничтожение последнего врага будет длиться достаточно долго. Ну да ладно, в любом случае победа уже в кармане. Команды в последних нескольких раундах идут нога в ногу. Ни одна команда не собирается уступать. Битва идет очень ровная. Кто бы мог подумать перед стартом. Как если нежным жеком. Это для раунда с различными магическими зомби. Фокусник может телепортировать кого-то из своих приятелей. И это главная опасность раунда. Но Томат просто лишил фокусника помощников. И таким образом вся средняя зомби провалилась. Одного иллюзиониста добить проще простого. Но для команды магического раунда, этот раунд может стать ахиллесовой пятой. Медузу Орешник может убить. Хиллера вроде тоже. Тоже. А вот фокусник один. Но прежде смотрите какая дичь произошла. Иллюзионист хотел телепортировать хиллера, но в этот момент его подбросил в левитажах. И бедный доктор вообще сгорел в полете. Остался один фокусник и вот теперь возвращаемся к его особенностям. Только его может... Орешник не мог подействовать на него никаким образом. Вся надежда только на ледяного горохострела. Однако Горошик не успел и теперь мага не будет достать. Это минус магических растений. Так кто ты? Команда побеждает очень нестандартными способами, но и проигрывает она тоже очень интересно. А отрыв тем временем сократился до 1 балла. Так. Плохо. Гаргантюа, в случае команды тройного томата, здесь будет просто лобовое столкновение самого крепкого зомби против самого мощного растения. Кто мощнее, тот и победил. Никаких хитростей, никаких стратегий, просто ректифицированная мощь. Ну разве что сетка им появляется каким-то подобием тактической хитрости. Однако в Ампарчине и без сетки был бесполезен. Так что это все мелочи. А тем временем Гаргантюа сгорел на подходе к первому растению. Это 3 балла. Так. А вот магическая команда снова будет изобретать всевозможные уловки и тактические изощрения, чтобы одолеть Громилу. Во-первых, Гархострел его замедлит. Во-вторых, Левитатор время от времени будет... Ну да, подкидывать будет. Ну а урон наносит по большей мере только Орешник. Для победы нужно дать Орешнику время на 4 перезарядки. И мне кажется, Гархострел с Левитатором отлично справляются. Гарг до сих пор не только не вышел за пределы клеток спавна... Ну даже что и не... О! А теперь еще и полностью заморожен. Сколько там уже было выстрелов Орешника? Два. Кажется, сейчас уже будет третий. Ну да. Все. Опа! Ура! О! И у нас отрыв всего в один балл. Уверен, что сейчас многие удивлены. Ведь почему-то команду магов считали самой слабой. И вообще не давали ей шансов. Я полагаю, некоторым особо острым на язык нужно теперь извиниться передам в этой сборке. Ну, а на экране у нас тотальное доминирование красного ультамата над спамом базовых зомби. Интрига сохраняется до последнего. После спама ультамат впервые вырывается вперед. Оу! Ну, точный счет становится 35 на 31. Ну, не надо, не надо. Сейчас решается судьба всего сражения. Если магический горох удержит все пять косилок, то эта команда сенсационно может выбить главного фаворита турнира. Но нужно еще выстоять. А сделать это будет ой как непросто, даже учитывая, что зомби самые слабые. В последних турнирах я уже в четверть в финале выпускал конус оголовых, но решил, что это жестковато. Сегодня обычные базовые, а вот в полуфинале будут уже ледроголовые. О, нет. Сейчас становится видно, что у данной команды нет ни одного растения, способного стопроцентно затащить этот раунд. Лишь только ледяной горохострел является пограничным растением. Надежда на помощь от его товарищей и наведения. Да-да-да-да-да. Опа! Тут надо на 4 балла зарабатывать. Рубло, ничья. Нет, ну не надо, не надо. Левитаторы продолжают исчезать, а на злосчастной нижней полосе исчез первый горохострел. Потеря горохострела гораздо серьезнее потери левитатора. Она на 100% означает прорыв дорожки. Как бы я ни старался сохранять интригу и издруга койлера, вы все уже все понимаете. Без горохострела выбирать косилки просто невозможно. Бедная команда магов на самой финишной прямой упустила победу. А как могло быть эпично? Восьмая команда посева выбила бы первую. Но не судьба. Я остаюсь непредвзятым и все битвы снимаю максимально честно. И только счет 35 на 31 в пользу тройного томата. Обидно. Пусть магии вылетают из турнира, но давайте будем честны. Они выступили на 10 голов выше ожиданий. Никакого разгрома не случилось. Была наоборот упорнейшая битва. А для меня так и вовсе трагическая. Ведь это дебют левитаторов турниров. Плюс магии гораздо интереснее выступали в раундах. Каждый их бой это командная работа с разными нюансами. А не просто грубая сила ультамата. В общем хватит мне страдать. Смотрим, кто нас ждет во втором четвертьфинале. И тут у нас... А ждет нас противостояние второй серийной команды под названием Электрогарад. Привет ребятам. С вами С24. И что ж. Реакция на ПВЗД серия Электрогармета против Ледяная Амфибия. Погнали. Так сейчас все загрузится. Впрочем нам осталось определить всего двух чемпионов. И можно будет приступать к той самой Леди чемпионов. А который постоянно просят в комментариях. Авторством Блекстепа уже... Погнали. Это точно. Ну, а тут у нас... Ну, мне кажется, команда послабее будет. Ну, так тут еще и льняной зев будет помогать. Ну, это да. О-оу. Да, это точно. Из чего? Нифига, в первом раунде уже минус 2 балла. Это уже... Ну, это да. О-оу, пошел. А че, этих он не притягивает? Ммм. Эх. Обидненько. О, тут могут отыграться. А, ну да. В соседних полосах будет доставать зев. Ну, и арбуза пульта тоже нанесет им побочный урон. А вот на средней полосе суммарное количество хэпо-зомби будет около 5000. И плюс ко всему еще и защитный щит протектора, который не позволяет арбузам долетать до цели. Сейчас фланговый дискозомби чувствует себя достаточно комфортно. Но как только не долетает до зева... Все. Эти кучеряшки сразу же ощущают на себе все прелести морозной и арбузной свежести. Бам. Пара спикировала вниз, хотя надо признать, что они чуть было не проскочили. Ну, это точно. Справиться было уже проще. Протектор нет, и с летунами справляться стало легче. Недолго продержится и третья группа дискозомби... А вот робоконус. Ни в коем случае нельзя допустить съедание зевы. Без него рухнет вся оборона. Как в центре, так и на флангах. О, съели. Теперь от дискозомби придется отбиваться только арбузу. А это сомнительная оборона против летунов. Хотя какая разница, если зомби тут вообще могут осуществить... Ну, это точно. Ну, не хватает этой команды мощности прямой атаки. Кто-то там жался на то, что команда с ледяным горхострелом самая слабая. Вот самая слабая команда. Так. О, нет. Ну, нет. Ну-ка. Нет. Нет. А тут у нас... Ну, у тебя то, что ты делаешь довольно проще, то мне кажется, нет. Дымс. Все равно это не спасло первое растение от смерти. Сифлора и арбуз остались без замедляющих... Да, прорвутся 100 баксов. ...сомнение, что они справятся. Они только-только оторвали руку за деревь. С одной стороны, это хорошая новость. Но с другой... ...вряд ли можно радоваться осознанию того, что у зомби все еще есть половина здоровья. В общем, сифлора уже точно ничему не обрадуется. Остался один арбуз, который на самом деле тоже не остался. Очень тяжело дается набор очков обеем команды. Мммм. Раунд с импами. Начинается обстрел, и вот тут горохомер уже второй атакой разрядил свой гороховый пулемет. Охо-хо. ...хотело, чтобы разом избавиться от двух самых прочных представителей чертовой банды. Остались только импы, способные... Но тут есть фатат. ...изошло. Но в этом раунде, в отличие от второго, мертвяки не смогут избежать притяжения ботата. Таким образом, они снова оказываются в центре, где их ждет жесточайший обстрел горохомер. Ха-ха. Ультаман даже высоедить не успел. Ну-ка. Ого. Неа. У него руки все еще есть. Ультаман даже в своей зеленой форме. избавляет лужайку с одного выстрела. Ой, нет. Но дальше... Ой, а тут есть ледяной... Да, но тут есть атака на дальние дистанции. На деле оказалось, что дальность атаки Факира больше, чем у Зева. И вся тактика боя при помощи льда тут же потерпела крушение. Факир уже испепелил два растения... Ого. ...получил по башке, но все же устоял и довел дело до конца. Это уже не выступление, это какое-то мучение. Это точно. При этом горохомет идет не идеально. Они тоже потеряли пять очков, но отрыв все равно растет. Это... Дичь раундом. Офигели! Офигели! О-оу. Но нет. Ну-ка, погнали. О-оох. Все. Это да, это точно. Сейчас они оттают. Ну-ка, ну-ка, им ничего не угрожает. А когда они заходят за плоскость размещения Зева, им не будет угрожать ничего даже на соседней полосе. Пара секунд, и они уже кусают Сифлору. Кажется, где-то это уже видели. Зев остался не угрожен, а Арбуза Пульта не смогла отстоять косилку. В итоге это тоже прорыв. Счет не меняется. Ждем нападения пернатых врагов. Куровод появился. А, ну-ка. Испепелили, но это не спасло команду от выброса куриц. Те несутся без опаски, но доскакав до ботата им пришли знать, что сегодня не день Бэкхэма. Очередные три очка имени ботата. Но тут, мне кажется, должны. В команде ботата нет. Зато есть два растения, которые в дуэте имеют хорошие шансы на победу. Хотя, видя, как выступает эта команда, я не удивлюсь поражению изделия. Не-а. Но нет, курицы сегодня останутся ни с чем. Наконец-то нижняя команда заработала свои первые три балла за один раунд. О-ох. Классический раунд со станом на очереди. Тут все может решиться одной суператакой Гархомета. Но я напоминаю, что вероятность этого всего 2%. На первом уровне. Такой у нас на практике, но пока сегодня Гархомет ультовал только раза 3-4. Не так уж и много. Вот и сейчас он уже допустил превращение своих товарищей в овцу и осьминога. Молюска ему снять удалось. Однако, когда освобожденный ультамат подвергается проклятию мага. А следом, сам Гархомет был выведен из боя. Но тут... ...все флора, так это в раунде с магом. Ведь она прошивает всех трех зомби насквозь и достает волшебника в тылу. Не уверен, что она сможет прикончить его, но урон нанесет существенный. А вот сейчас ей повезло, ведь охотник истратил первый снежок на Зева. Таким образом, не смог полностью заморозиться. Она продолжила наносить урон магу и тот уже лишился руки. Но и флору наконец-то превратили в овцу. Это очень существенный... О, нет. А сейчас ее... О! Да, тут... Да, тут... Все. Но тут, мне кажется, ничуть не... Ну да, все. До свидания все. Ни ульты, ни зомбойдов, ничего. Та же история и со стулом. И даже концовка раунда под копирку с первой командой. В первой команды не заработали очков. Перемещаемся на пляж. Чем обороняться от рыбака в этом испытании? Опять же, обратиться к шансу... О! Молодец! В первый раз команде повезло. Горохомет действительно разразился суператакой, которая хватила на уничтожение и рыбака, и всех серферов при дачу. А так как ботат рыбаку потопить не удалось, то у вышедших на сушу водолазов будут большие проблемы. Процесс их выхода на сушу немного затянется, но мы ускоримся и убедимся в полной победе растений. Отлично. Наконец-то Сифлора в своей родной стихии. Она не тонет в воде, поэтому потопить ее не удастся. Жаль, только Зеф не умеет плавать или летать. Скорее всего, один балл придется потерять. Но я жду, когда Флора окажется на воде и по-настоящему устроит все свои плюсы. Однако далее все пошло наперекор моим ожиданиям. А! Все. Все. Таким образом, даже этот почти профильный раунд для этого растения обернулся кошмаром. Арбуза культу прикончили уже вообще без каких-либо трудностей. На моей памяти хуже этой команды выступал только гороховый пенек. Это точно. Я вспоминаю эту. Разрядим установку танцами. Пять ковбоев танцуют под музыку пианиста. А в это время их обстреливает герахомет и ультамат. Двух зомбарей уже прикончили и чуть было не развалили пианино. Но вот теперь один зомби на самом краю и пианино никак нельзя ломать, пока ковбой на нижней полосе не вернулся. О, вернулся. И вот теперь уже совершенно точно никакой опасности не осталось. Это будут легкие три очка. Отлично. Ледяная амфибия может доставать зомби на соседних полосах, но вот на крайних нет. При этом зомби не спешили уходить даже с центральной пианисты, а затем все мы за раненым скупом пошли наверх. Идеюх уже начал доставать зев и продолжил арбуз. Выжить удалось только одному, и он вернулся снова в центр. Зомби решил не оттягивать смерть, а значит и вторая команда здесь возьмет три балла. Наконец-то. Идяная амфибия, конечно, убьет пианиста. А представьте, что им не хватит мощности урона, чтобы прикончить даже этого зомби. Но нет, не настолько же они слабые. В общем, тут все-таки действительно три балла, и обе команды их добавляют в копилку. Ох. А ты в девять баллов. Судя по всему, в нем частенько будет получаться так, что команды будут просто стоять и ждать своей смерти. Электрогорхомет именно так и сделает. Ну, некем здесь отбиваться от нападения сзади. Ультамат это делает только в случае попадания зомби на одну клетку с ним, но теперь это исключено. Так что набрать очки первой команде здесь не удастся. Чтобы избежать повторения подобной ситуации в полуфинале, где будет заведомо известно, какие команды не набирают баллов, я решил, что вот такая проверка обороны тыла будет только в четверть финала, где команды проверяются в первый раз. Ну, это, как мне кажется, справедливо. Второй раунд вместо этого. Скорее всего, нападение динозавров. А пока идем смотреть за второй командой. А тут... Переходя ко второй команде... Точно такая же ситуация. ...три растения стоят и не реагируют на приближение опасности. Так что и тут я вынужден заявить о полной несостоятельности растений в плане обороны тыла. Эх, вот бы сюда латук, чтобы он уже показался плевчиком, где рак и зиму. Латука нет, и все три растения становятся легкой добычей растительных зомби. Отрыв не меняется. И теоретически нижняя сборка по-прежнему имеет шанс на победу. Ну-ка, и... Надеюсь, нет. ...коэффициент зависимости уровня от везения увеличивается вдвое. Тут теперь все зависит не только от удачи грахомета, но еще и от того, куда телепортирует фокусник своего подручного. А телепортирует он сегодня медузу и оттуда ее на самый край. Вообще без шансов. ...как что электрограхомет остался без набранных очков в этом раунде. Ну а тут не... ...и... ...без фокусника, либо уповать на везение. Фокусника убить быстро не удалось. А вот с везением полный порядок. Хиллер оказался не на краю, а значит, его еще можно прикончить морозом и брызгами от арбузов. В целом, это все не помимо. Например, медуза уже отчалила служайки. Хиллер остался без руки, и себя он не лечит. А-ха-ха! Иллюзионист начинает очередной фокус, и себя, в отличие от хиллера, он телепортирует на самый край. Плюс его еще... ...в очередной раз команде аукнулось отсутствие в разумительной прямой атаке. Так аукнулось, что они прямо сейчас потеряли все шансы на выход в полуфинал. Вот такое бесславное получилось у этой команды выступление. Оу! ...борки не смогли набрать очки, но это уже и не важно. Все. Оставшиеся два раунда уже ничего не решают, но мы все равно, конечно же... Ну-ка, едаватика. ...рапс римский горгатюр не самый легкий. Особенно для команд, которые не имеют ни замедления, ни какой-то очень сильной атаки по центру. Замедления в команде в атаке грахомета нет, а для атаки нужно везение. Везет грахомету сегодня, в принципе, согласно заявленным двум процентам. Так что я не совсем уверен, что здесь команда справится. Ну-ка, 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 ее все нет и нет. Как нет уже и ультамата. Все. ...последние секунды боя, и они тоже ничего не изменили. Все три растения гарг расплющил. А тут? Ну-ка, 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 ну Оставшийся дуэт совершенно точно не нанес даже 20 ударов. Так что бам. Сегодня обе команды идут довольно слабо. Третий раунд подряд по нолям. Так. Спам. Кажется, после всех четверть финалов он уже не будет на втором месте. Хотя мы еще не видели выступления остальных команд. И возможно они покажут себя еще слабее. Очень что-то дело будущего, а сейчас финальный раунд со спамом зомби. И та дорожка, где Гарахомет ультанул, уже полностью... О, и это тоже. Да и на остальных трех, даже без суператак Гарахомета, зомби осталось не так уж и много. Им еще нужно будет съесть бататы, так что я думаю, что все 5 баллов пойдут в зачет. Но не забывай о том, что с повышением уровня у Гарахомета увеличивается и шанс ультануть. И ведь у нее получится, ибо эта команда как будто создана для турниров по всем пяти полосам. Только посмотрите, здесь и сплэш атака от арбузов, и зевы морозят каждый на три полосы. И сбора против спама хороша тем, что сразу пронзает пятерку врагов. Так что эта команда, вероятно, справилась бы даже с полным заголовыми. Все. Подводим итоги. Финальный счет 24 на 15 в пользу электроэнергии. Ну, слабенький результат. И эта команда становится вторым полуфиналистом. Прямо скажем, не лучшее выступление от обеих сборок. Но может с повышением уровня Гарахомет прибавит. Ну, это да. Ну, а уже в следующую субботу мы будем наблюдать... Тут я вообще ничего не говорю. Точнее, я даже не знаю, кто здесь выиграет. ...концепцию для восьмого турнира. Он, конечно же, еще не скоро, но работа на геннеканале уже кипит. Так что за всеми новостями переходите в телеграм-канал Дичи. Так и новые правила вы будете, и в будущем в разных голосованиях по нововведениям поучаствуйте. А теперь пришло время для третьего четверти финала седьмого чемпионата ПВЗ Дичи. Команда Железного Тигра против команды Ледяной Брюквы. Погнали. Автором данной сборки является пользователь с ником Футбольный Мяч. Что о ней можно сказать? На передовой находится тигровая трава, которая и будет отвечать за нанесение основного урона. Ромашки будут санить. Ромашки, которые наносят небольшой урон, и время от времени... Извиняюсь. ...полностью останавливает зомби, чем, несомненно, будет использоваться тигр. Третьим бойцом является Звезда Фрукт, и это дебютант чемпионата. Как видим, данное растение большую часть времени будет статистом браунда... Оно... ...но и без помощи Звезда Фрукта тигр будет легко расправляться с базовыми зомби. Зверюга уже подрос и наносит серьезный урон всем противникам. Последний зомби на лужайке, даже несмотря на свою прочность, кое-как смог отбиться от первого прыжка оранжевого тигра. Но, получив огромную силу, ему даже не понадобился второй прыжок котяры. ...вторую сегодняшнюю команду собрали с Лафи. ...это третья сборка в фурнире, в котором присутствует ультамат. На этот раз помидор желтый, а основную поддержку оказывать ему будет ледяная арбуза пульта. ...в обсуждении данной команды я видел, как некоторые ребята писали, будто ультамат и арбуз будут друг другу мешать. Ну нет. ...неправда. ...луч ультамата не является огненным. Это скорее какая-то струя энергии. Лазерный. ...измораживает охлажденных зомби, соответственно, ультамат плюс арбуз это отличный дуэт. Ну, а третий участник команды... ...это брюква, которая точно так же, как и Звезда Фрукт, призвана защищать фланги. Забавно, что именно команды с этими похожими растениями столкнулись уже в четверть финала. ...оба легко набирают первые три балла. Такс. Традиционный второй раунд это испытание машинами. И посмотрите, здесь Звезда Фрукт работает с самого начала, потому что умудряется попасть в края защитного экрана протектора. Тигр атакует пациенту, но далее подъезжает сам трактор и отбивает атаку полосатого. Протектору удается достаточно долго удерживать оборону с помощью своей энергетической стены, что на руку диско-зомби. Парочку лишних звезд они не получили как раз из-за щита. Может быть, этих ударов и не хватит, чтобы сбить первую бойку флангов. Ну-ка. Звезда Фрукт изо всех сил пытается приземлить пролетающих мимо диско-зомби, но у них пока даже руки на месте. Все складывается не совсем удачно. Это да. Все. А тут еще и арбуз будет. Помощь с флэш-уроном от арбузов. Главное, чтобы по центру всегда присутствовала цель, а в случае с машинами так чаще всего и происходит. Даже несмотря на уничтожение протектора, остальные два механизма очень порощны и долго будут дышать на лужайке. А вот уже и робок-конус развалился. Теперь ультамату ничего не будет мешать, а так вот диско-зомби. Чем раньше его удастся развалить, тем меньше прилетит диско-зомби. Арбуза-пульки даже не обязательно их убивать. Они нанести им ранение, а под ранков уже добьет брюква. О! Не долетел. О, вырваться. Пятого. А, ну тут есть... Опа! И уже минус ОК. Он уже в шаге от кустарника. Очередной тигр прыгает на него, в этот раз задиры еще смог отбиться. И такое чувство, что он даже может успеть прибить ровно. Правда, в следующую секунду его и тигр атаковал, и облако парализовало. Было опасно, но все-таки все растения остались целы. Так, а тут у нас... Очередь ледяной брюква отражать эту стремительную атаку задиры. Тирекс приготовился, зарычал и динозомби рванул. Только вот в эту же секунду... Замедлился. Остужающий арбуз. После такого сюрприза задира тут же поумерил пыл и поковылял еще медленнее, чем обычно. А ультамат быстро доделал дело. Обе команды справились. Хорошо. Погаты. Старый ранг с потенциальной фланговой атакой. Некоторым растениям удается здесь ликвидировать бочку и сиамских близнецов так, чтобы они не перескочили на соседние полосы. В команде Звездного Тигра таким скиллом похвастать некому. Поэтому Звезда Фрукту придется приложить все свои силы для удержания косилок. Хотя тут еще и по центру не все так просто. За счет наличия в руках мини-гарга, Тигр становится уже не имбовым ближником, а достаточно средненьким растением. Закурковский злодей разом убивает полосатого, а там уже и на флангах вышагивают близнецы. Пока что команда трещит по всем фронтам. И уже сейчас можно отметить, что верхний имб вне досягаемости всех пяти концов Звезды. Но и центр вряд ли тут устоит, так что не нужно все вешать на Звезду. Это безоговорочное поражение даже без учета флангов. Все. А тут у нас, мне кажется, шансов побольше. Он вряд ли особо переживает. Ультамат и арбуз слишком мощный дуэт для прорыва этой полосы. Но фланги сейчас все еще под сомнением. Как раз из-за того, что в центре Звезды вряд ли надолго задержатся. А это приведет к тому, что арбуза пункта не сможет помогать брюкве. Пиратам еще пока удается нанести урон от арбузов. А вот с сиамскими совершенно точно брюква будет разбираться сама. Ну что ж, вот и пришло для этого время. Почему-то это растение начало атаковать только верхнего имба. Хотя визуально кажется, что оба каратышки идут в одной плоскости. А учитывая, что стволы брюквы под одним и тем же углом, становится странно видеть их несинхронно с начала атаки. И все же это не так уж и важно. Ведь розовый вертолет расстрелял всех двух чертиков. Так что хвала и почет брюкви. Она позволяет увеличить отрыв до 6 баллов. Ну это хорошо, хорошо. Фланговой растения работает. Факир. Опа. Все. Бам. Ну вот. Попушили именно ими. Так что это очень легкая победа растений. Отрыв по-прежнему 6 баллов. Интересно, договорить не перегонят. С перемещением зомбарей по лужайке. Это испытание мне все больше и больше нравится. Особенно я доволен появлением в нем MC-зомби. Правда, тигр не разделяет мою радость, но уничтожает рэперов одним прыжком. А вот с фараонами ему справиться так легко не удалось. Оба носителя саркофагов прошли дальше и сместились на фланг. Тут они попали под обстрел звездными снарядами. Но это совсем не то, из-за чего они могли бы серьезно переживать. Неумолимо два египетских броненосца движутся дальше. И вот они уже обошли тигриную траву и вышли на два других растения, которые совсем не из разряда бойцов ближнего боя с мощной атакой. Что привело к потере звезды. При этом и ромашки под большой угрозой. Вот так эти двое из ловца одинаковых с лица прошли доказательный обход тигра. Пока что команда ледяной брюквы не потеряла за пять раундов ни одного брюкла. И если сейчас им удастся взять три очка, то у нас очень сильно запахнет разгромом. Оу. Интересно, удастся ли саркофагам проделать тот же трюк, что и в прошлом бою. Вот они смещаются в центр, но хочу заметить, что из-за надгробия они были замедлены арбузом, будучи еще на флангах. Такс. Да он выдержит. Да, он выдержит. Конечно, одному ему будет тяжело это сделать, нежели в паре со своим близнецом, но все-таки даже так он представляет определенную опасность. Хотя бы даже из-за того, что у него по-прежнему почти цела погребальная броня. Медленно, но верно он приближается, добирается до помидора, а тот как будто под гипнозом стоит и смотрит. Как же не повезло, что ультамат проявил такую нерасторопность. Все. Теперь арбуз и брюква вдвоем пытаются отбиться. Саркофаг удалось разрушить, зомби занедлены холодом, но сейчас он немного ускорится. Арбузу конец, и брюква тоже больше не попадает. Это фейл. Однорукий израненный зомбарь проявил чудеса стойкости и упорства, что привело к первой потере очков для команды ледяной брюквы. Так, а что вы... Это первый раунд, с которым обе команды не справились. Ультамат просто заснул немного. Еще одна возможность для звезды исправиться и доказать, что она не просто так в команде. Сейчас нужно отбиваться от атаки куриц по флангам. По центру с ними легко расправляется тигр, а вот фланговые бегут и добегают до косилок. На каждой полосе доскакала одна куреха. Причем я затем ради интереса запустил бой еще два раза, и ни один из них не закончился успешно для растений. Хм, а тут нас... Брюква в сухую переигрывает своего звездообразного визави. Ну, конечно же, тут стоит отметить наличие арбуза пульта. Смотрим, поможет ли брюкви это против куриц. Не-а. Нет, предизарядка обоих растений оказалась слишком медленной, и курицы прорвались. Второй подряд раунд без набранных очков подле их команды. Ну, брюква мне нравится больше, чем звезда фрукт. Начинается он с привычной арбузы на первого зомби. Охотнику тут же удалось оторвать руку, но и первый тигр был отбит. А к этому моменту маг разрядил свой волшебный посох, и больше тигра мы не увидим. Прилетел следом осьминук на звезда фрукт, и теперь даже снаряды ромашек не долетают до зомби. Все они вырезаются в моллюска. Это неминуемо приведет к обездвиживанию всех трех растений. Даже несмотря на вот эту ироничную попытку застанить зомбарей в ответ. Ха. Ну-ка. Опа, минус. Все. Двойной отрыв. Не успел. Отправляется в тыл, где едино лично наносит в этом раунде поражение команде. Оу. Оу. Какой-то переход. Неа. Ее, к сожалению, для команды не хватило. Олл-стар затаранил брюку, да к тому же принял большую часть урона от второй атаки ультамата, что позволило сохранить стул Зе Корпу, которым он затаранил уже сам. Ну, арбуз, мне кажется, Сол не справится с ним. Вместе со стулом, а это значит, у нас образовалась дуэль один на один. Арбуза пульта против меха-футболиста. Битва за один балл, больше уже в этом раунде арбузу заработать не удастся. Да и этот единственный балл пока что под вопросом. Ситуация очень медленно. Меха-футболист и так-то не самый расторопный товарищ, а замерзший так и вовсе превращается в черепаху. Но надо отдать ему должное. Он все еще упорно продвигается вперед. Я, кстати, не вижу у него повреждений. А, вот. Так. О! Все. Все. А тут еще хуже. Пока что двухзначная. Такс. Такс. Все. Хм. А тут? Бам. Все. Все. Пара ее семян угодила зомбарю прямо в темечко, а затем летающее растение его и вовсе прикончило. Обе команды прервали полосу неудач. Но отрыв не меняется. Так как следующий раунд переносит команды на пляж, я подозреваю, что у Звездного Тигра полоса неудач может вернуться уже совсем скоро. Тигр не допрыгивает до рыбака, он способен достать лишь только серферов в воде, да и то его самого очень быстро потопили. Без своего главного атакующего растения команда осиротила. Девятные серферы представляют огромную опасность. Рыбак любезно подтаскивает растения под их брюки и тут уже все понятно. Эх, не успел. В свою очередь команда ледяной брюквы имеет целый набор особенностей, которые могут... О, так брюк аж не тонет, вроде как. Сразу же нужно отметить тот факт, что рыбак не сможет потопить брюку. Он лишь потратит на нее кучу своих забросов удочки, но ничего не добьется. Да не успел. В первом моменту ультамат поджарил серферов и даже водолазам будет тяжело спрятаться, ведь арбуза пульта достает их в воде. Каждое растение четко сыграло свою роль и раунд всего был взят. Получается, быка обезвредил рыбака, а ультамат всех поджарил. Грустно это признавать, но в этой битве уже все ясно. Снова получился разгром. Даже если вторая команда не наберет больше ни одного балла, Звездный Тигр не сможет отыграть такой отрыв. Иронично, но игра решила помогать проигравшей команде. Телепортация сработала на центральную полосу. Однако для везения уже поздно. Да и несмотря на удачное стечение обстоятельств, из-за слабого урона фокусник возможно успеет телепортировать из себя. Взмахнул он палочкой и мы стали свидетелями дичи. Тигр совершил свой прыжок, но не успел буквально долю секунды, поэтому им пришлось улететь куда-то вдаль. А, я не уйдю вот так. На нижний край лужайки. Его там еще может достать звезда. Посмотрим, удастся ли они второй раунд за сегодня. Если бы вместо фокусника был базовый мертвяк, я бы поверил в это. Но у магического зомби 555 хп. А это достаточно много. Этот наглец настолько осмелел, что начал призывать голубей чуть ли не через шаг. И вторым заходом его птицы активировали косинку. Выходит, сейчас ледяная брюква может еще сильнее упрощить свое лидерство. И для этого у данной команды имеется все, что нужно. Ультамат и арбуз легко зачистят центр. А брюква постарается не пропустить улетевшего вниз хиллера. Вообще, в идеале это было бы просто сжечь и медузу, и хиллера, когда они были в центре. Но желтый ультамат не красный. Поэтому имеем, что имеем. Брюква приступила к интенсивному обстрелу и уже оторвала руку старикашки. Правда, теперь он вне зоны досягаемости. И нужно будет его добивать уже, когда он вступит на последнюю клетку. Честно, я не могу сейчас уверенностью сказать, чья же все-таки возьмет. Пусть это уже и ничего не решает в плане общего зачета, но все равно интересно, кто же будет. Ну-ка, и, и. Брюква или хиллер. Мне кажется, доктор Борода уже вот-вот скопытится. Сколько там у него сейчас хп? Неужели дойдет? Дошел. Дошел все-таки. Обидно, но 3 балла заработать не удалось. Обе команды получили дырку от Буглика. Эх. Что там у нас по Гаргантюа? Ну, тут, как всегда, бедный тигренок будет в роли груши для битья. Презет, если один из котят выскочит из кустарника тогда, когда с ним одновременно прилетит Санящее Облако. В таком случае он имеет шансы нанести значимый урон. А вот так одним прыжком это не самое серьезное. Бум. Хе. Бам. Все. Ну, может, в восстании у них есть еще шанс. Одна и брюква солидарностью тигру. Для этого нужно просто пропустить Гаргантюа к косилкам. Но что-то мне подсказывает, что ультамат против. При поддержке арбуза пульта он наносит существенный урон врагу. Врагу, который еще и к тому же замедлен холодом. Да, у этой команды я получу шансов на победу в таком испытании. Ультамат наносит уже четвертый удар своим лучом, и этого достаточно для того, чтобы заставить гладиатора бросить имба. Чёртик накрыл сетью брюку, но брюка и так была просто зрителем схватки. Ну-ка. А вот у самого Гаргантюа, мне кажется, дела идут совсем не так, как ему хотелось бы. Уже даже брюква стала его атаковать. Забавно, но, видимо, она... Забавно. Ну всё, стану. Всё. Эх. Юг. Всё. А это, мне кажется, тоже справится. И брюква. Могут справиться с данным испытанием. Брюква, как и звезда фрукт, тоже внесёт какую-то посильную лепту в победу команды. Комментировать особо нечего, мертвяки вымирают, как динозавры. Эта команда выступила... Мне кажется, как мамонты больше. ...прибавки пяти баллов, она даже обогнала бы в вочной битве команду магического гороха. Итоговый счёт, 32 на 17, победу одержала ледяная брюква. Ох, ох, ох. Таким образом, можно заметить, что все три команды с ультаматом вышли в полуфинал. Интересно, кто им составит кампанию. Четвёртой формы у ультамата нет, поэтому последний полуфиналист определится в битве слизистого ландыша и огненного бумеранга. Эта бит... Ну, я тут даже без понятия, что забирать. Ну, не слизистый горохосрел, у нее как-то мне больше нравится. Ну, думаю, у Берри ну и такой себе, пчеланда же прикольная. Бумеранг, ну, в турнирах он, мне кажется, будет таким себе, но у него есть и флоры. Флоры, ну, метеоритный цветок это крутое растение, и инферно тоже. Без понятия, короче.